К ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня через КПП Рафах из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 казахстанца и членов их семей. Остальных переправят в последующие дни, заявили в отечественном МИДе. После того, как все наши граждане окажутся в Каире, правительство направит эвакуационный борт, который вернет их на родину. Тем временем обстановка в Газе накаляется. Несмотря на призывы о защите больниц, армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе газоклиники Альшифа. Анара Сюмбаева продолжит. Крупнейшие больницы газа Альшифа судорожно пытаются эвакуировать пациентов из палаты, в которую, как видно, попал снаряд. Врачи носятся с носилками по заполненным пылью и дымом коридором здания. Из-за боев работу госпиталя пришлось прервать. Хирург Ахмед Мухалалати рассказывает, как израильские военные вошли в больницу. Но израильские военные, похоже, так не считают. Первое, что они сделали, это обыскали палаты и подвалы в поисках боевиков. Армия обороны также заявила, что нашли следы того, что под зданием держали заложников. На что в Хамас заявили, что все это было подстроено. Попытка Нетаньяху и его армии изобразить вторжение своих танков в больницу Шифа так, как будто это достижение является политической незрелостью и показухой, которой никто не поверит. Аль-Шифа – это больница. Здесь больные и раненые, врачи и медсестры, а также перемещенные дети, женщины и пожилые люди. Шифа – это медицинское учреждение, а не военный объект. О том, что больницы не следует бомбить ни в коем случае, заявляют и в ООН. В организации в очередной раз призывают к немедленному прекращению огня. По их данным, сейчас во всей Газе лишь одна лечебница Аль-Ахли может принимать пациентов в условиях растущего дефицита и проблем. Остальные не работают из-за отсутствия электроэнергии, лекарств и воды. Больницы и медицинский персонал находятся под особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. И все стороны конфликта должны обеспечить их защиту. И они не должны быть объектом боевых действий. Любая военная операция вокруг больницы и внутри них должна предпринимать шаги по защите пациентов, медицинского персонала и других гражданских лиц. Наземная операция тем временем в секторе продолжается. В Израиле подчеркнули, что речь идет о долгих месяцах, пока Цахал не достигнет цели. Одна из них наступление на юг. Именно туда, куда последние почти полтора месяца сгоняли мирных жителей. Мол, там безопасно. Мы говорим о долгих месяцах, не одни или двух. Это включает север и юг. Мы будем наносить удары по Хамасу везде, где он будет обнаружен. Мы разрушим его командную структуру террористов во главе с ним. Десятки уже пострадали. Это негативно сказалось на них. Хамас изматывается. В ВОЗ подсчитали, что на медучреждение нападали 137 раз. В результате чего погиб 521 человек. В Human Rights Watch заявили, что атаки Израиля на больницы и персонал должны расследоваться как военные преступления. Почти полное игнорирование израильским командованием призывов к прекращению огня, похоже, начинает раздражать мировое сообщество. Анар Симбаева, Astana Times.